Морозным утром, где-то в полшестого, качаясь, шел по миру человек. Непьяный и вполне себе здоровый, приличный и по-модному одет. Закрытые еще были магазины, и только заскучавшие такси, которые пока и не ложились, стояли на обочине земли. В окошках у домов горели лампы, зевали на дороге фонари, и мягко новый день вставал на лапы. И в небе гасли звезды корабли. Газетные киоски спали дружно, а с ними сигаретные ларьки, крутили самокрутки под подушкой подземные железные жуки. Текла дорога, устье городское, вливаясь в перекрестки и дворы, безудержную серую рекою, едва касаясь неба и земли. Устало дворники готовили лопаты и первыми опробовали лед, что намертво приклеенный к асфальту, блестел и улыбался в полный рот. Породистые уличные кошки разматывали тел своих клубки. По всем дворам расставленные плошки, молочный лед из мяса и крупы. Доеденные голубями буки урчали мирно в сонных животах. Вороны в музыкальном переулке фонили в примыкающих дворах. Шел человек, шагами мерил утро, монету бросил в сонный автомат, и автомат за это сделал кофе. И человек был хоть немного рад. Совсем один он жадно пил глотками морозный просыпающийся день. С горячим кофе в сердце молотками врывалась городская дребедень. Вокруг, похрустывая старыми плечами, тянулась жизнь, окутывая мир канатами-электропроводами и запускала эконом-режим. Столбы, как костыли, держали небо, свисающее животом на дно, а облако извязанного пледа стекало медленно в стеклянное ведро. Все это не мешало человеку морозным утром выйти и идти, сжимать за горло злую сигарету и зажигалку в холоде трясти. Такое утро встретится немногим, не каждому придется по душе. Поспи еще, не выходи из дома. Пусть включат жизнь. На каждом этаже. Пусть включат жизнь. 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 Продолжение следует...